Вот такая гора в Сочи. Город Сочи. Июль. Разгар пляжного сезона. Служба размещения встречает группу норильских отпускников. Пока идет регистрация, можно удобно расположиться в баре за чашкой кофе. У детей после долгой дороги есть возможность отдохнуть на удобных диванах. У тех, кто помнит прежнее заполярье, новый уровень сервиса вызывает массу эмоций. Вот два года назад была здесь. Очень впечатлило. Все по-новому здесь, все понастроено. Очень хорошо стало. Просто шикарно. Не передать словами. Очень красиво. Нравится. Да, заходишь первое впечатление сразу такое. Европейский уровень. Нравится очень. На территории Заполярье теперь действует безналичная система оплаты. При заезде всем отдыхающим выдают пластиковую карту, которая заменяет и ключ от номера, и санитурную книжку, и даже кошелек. Вот плюс хороший. Появилась пластиковая карта вместо ключей. О прежнем санатории норильчанам сегодня напомнит только знакомая дорога к жилым корпусам. Остальное поменялось до неузнаваемости. Над преображением сочинской здравницы трудились лучшие дизайнеры Краснодара и Анапы. Результат – десятки новых объектов, призванных улучшить отдых норильчан. Например, мама и папа с детьми спешат теперь поплавать не в море, а в новых бассейнах. На территории санатория их три. Очень хорошо, потому что за ними надо меньше наблюдать, смотреть и знать, что они не утонут. Здесь все рядом. Один бассейн расположился во дворе шестого корпуса. Второй в виде корабля пришвартовался на месте бывшего парта. А третьего рукой подать до моря. Но отдыхающие предпочитают обычному черноморскому пляжу экзотическое марокканское убранство бассейна. Здесь даже знакомая кафе «Луковица» претерпела изменения. Насладиться всеми нововведениями стало проще из-за правильной организации семейного отдыха. В Заполярье работает детский игровой клуб, где родители могут оставить ребенка под присмотром воспитателей. Получается и детям интересно, и родителям спокойно. Новым игровым комплексом оснащена и детская площадка на улице. Для того, чтобы ребятня не травмировалась, асфальт застелен резиновым покрытием. Такой же использовали и на спортивных площадках. Доверив своих детишек опытным воспитателям, мама и папа спешат на пляж. Греться на солнце, купаться в море теперь комфортно. Во-первых, из-за появившихся бассейнов людей на пляже не так много. Во-вторых, деревянные лежаки заменили на новые, пластиковые. А за безопасностью отдыхающих следят шесть высококвалифицированных спасателей. Один из спасателей остается до 11 вечера постоянно дежурить, чтобы не было инцидентов. Активные водные процедуры – неплохой способ нагулять эпидет. Благо, скоро время обеда. Здоровое питание для жителей Севера крайне важно. Именно поэтому в Заполярье появился шведский стол с десятками диетических блюд. Здесь у людей есть выбор. У нас как минимум четыре первых блюда, горячие блюда. У нас до восьми наименований закусок холодных блюд. У нас как минимум пять-шесть наименований идут вторые блюда. Что сюда включается? У нас идут овощные блюда, у нас идут блюда из творога. У нас идут рыба, у нас идёт рубка, у нас идёт натуралка. То есть человек с любыми претензиями найдёт, что себе выбрать на раздаче. Как гордо? Ну, заметно лучше. Раньше, когда я был, ну, это было лет десять назад, правда, я был маленький. Там за день надо было заказывать еду, а сейчас приходишь, убираешь, что хочешь, что нравится, ешь. А по пятницам отдыхающие нет возможности отведать в столовое фирменное блюдо от шеф-повара. Сегодня норильчан угощают фаршированным судаком по-кубански. До этого торт давали, вы опоздали. Был тоже вкусный очень торт. Вы же готовил шеф-повар? Да. Да. Там было отходительского цеха. Было очень вкусно. И рыба тоже здесь очень замечательная. Занять свободное время после обеда тоже не проблема. В санатории столько развлекательных программ, что порой приходится планировать день по часам, чтобы увидеть все. Досуг в санатории организуют 25 аниматоров из России и Турции. Сегодня вечером огненное шоу. Как дует? Пьют я там и иду. От полуторачасового шоу отдыхающие в восторге. Посмотреть его специально приезжают даже жители города Сочи. Как вообще отдыхать? Замечательно. Я бы сказал, что лучше, чем в Турции и в Египте даже. Что изменилось в Заполярье? Заполярье? Да больше веселья, наверное, стало. И развлечений, я бы сказал. Питание на любой возраст. На этом вечер не заканчивается. Самых неугомонных полуночников аниматоры ждут в открывшемся ночном клубе «Агава». Программу мероприятий придумывает главный режиссер, приехавший из Турции, Зефер. Он анимацией занимается уже 10 лет. Говорит, турецкая анимация – одна из самых лучших в мире. В Турции работали с русскими гостями, поэтому их характер немного изучили. Здесь, конечно, они по-другому себя ведут, реагируют, но мы нашли к ним подход и, кажется, наша анимация им нравится. Не стоит забывать, что Заполярье – это еще и здравница. Лечебные возможности санатория помогают поправить здоровье норильчан. Медицинское обслуживание здесь на уровне. Такому оснащению могут позавидовать самые продвинутые санатории России. Норильчанам, которые имеют профессиональные заболевания, в этом году большинство лечебных процедур включено в стоимость путевки. Я вообще из Норильска, точнее из Толнаха. Работаю на Руднике Таймырском. Дело в том, что я на Руднике уже очень давно, 15 лет, и работаю под землей в северных условиях. Под землей, естественно, очень тяжелая работа, и за счет этого сквозняки, все остальное, за счет этого болезнь суставов. Магнитотерапия именно подземщиков очень полезна. Лазерная терапия, кому можно, конечно. Ну и массажи, в основном массажи все подводные, такие ручные. Очень полезно для шахтеров наших. Сделать Заполярье современным комплексом с развитой инфраструктурой – задача нового руководящего состава. Генеральный директор Андрей Уманский, в прошлом возглавлявший департамент туризма Краснодарского края, говорит, что у санатория большой потенциал. Используя вот тот благодатный фундамент, на базе этого фундамента построить новый современный санаторийно-курортный продукт. Это речь идет о развитии материальной базы, развитии инфраструктуры, о реконструкции номерного фонда, это и развитии спортивной инфраструктуры, и развлекательной инфраструктуры. Вот это одно направление. Второе направление – это, конечно, сервис. Потому что какой бы мы замечательный санаторий не построили, какие бы мы замечательные номера не имели бы, но в конечном счете продукт определяется тем сервисом и тем отношением, которое формирует персонал. А это очень большая работа. Это внедрение современных стандартов обслуживания, внедрение современных технологий обслуживания. Это второе направление, которым мы активно занимаемся. Ежемесячно в Заполярье отдыхает порядка двух тысяч норильчан. Причем весь комплекс услуг входит в стоимость путевки. Работникам норильского никеля путевка на 21 день обходится практически даром. В зависимости от сезона, от межсезонья, 22 тысяч до 50 тысяч. Работник платит от 5 до 9,5. Так что более получается, работник оплачивает около 20 процентов путевки. Максимальная цена. Произошедшие изменения – лишь часть большой программы, рассчитанная на целых три года. Уже осенью здесь приступят к ремонту первого, восьмого и второго корпусов, Крытого бассейна, а также переоборудуют медицинский центр, благоустроят парковую зону. Впрочем, остальные изменения пока держатся в секрете. Но руководители уверяют – это будет новый, современный санаторий Заполярье. Не трех, а четырех звездного уровня.